Памятник Мы находимся на паралитической стоянке Карабом. Начиная с 1990-х годов прошлого века, эта стоянка является одним из самых известных объектов каменного века на Горном Алтае. И до сих пор этот памятник привлекает неосвобивающее внимание международной научной общественности. Эту стоянку нашел в 1980 году выдающийся советский археолог, академик Алексей Павлович Акладников. В результате проведения дорожных работ часть территории, на которой располагался павлик, была повреждена дорожной техникой. И на поверхности стали видны огромное количество замечательной красоты артефактов. И Алексей Павлович Акладников с самого начала смог определить, что этот памятник имеет очень большое значение. Так получилось, что этот объект стал последним археологическим памятником, который раскапывался академиком Акладниковым. Позднее эту стоянку раскапывали замечательные ученые-археологи, академик Анатолий Пателевич Деревянко и Валерий Трофимович Петрин. Работы здесь проводились в 80-е и в 1990-е годы. Стоянка Карабом находится в Еловской котловине, входящей в систему межгорных котловин Горного Алтая. Это чрезвычайно живописное место, имеющее ряд особенностей, привлекавших в нее древних людей, начиная с Палеолита до Средневековья. Это котловина, ровное дно которой покрыто степью и участками леса. Ее окружают вздымающиеся на высоту до 2500 метров горы, в большей части года покрыты снежными шапками. Склоны гор покрыты тайгой, и все вместе, это чрезвычайное разнообразие экологических ниш способствовало разнообразию как животного, так и растительного мира. То место, где мы стоим, заселялось человеком на протяжении по меньшей мере 30 тысяч лет. Что же так привлекало древнего человека, что влекло древнего человека на это место? Прежде всего, склон, где находилась стоянка, обращен к югу. И поэтому большую часть дня оно освещается солнцем. Сзади находится скала-коробом, которая закрывает место стоянки от ветров севера. Поблизости находится функционировавший и в древности родник с чистой водой. Слева от стоянки находится полцирк, окруженный горной грядой, через который имеется перевал, позволяющий выйти в другую часть котловины. И мы предполагаем, что этот перевал использовали животные при своих перемещениях по пастбищам. Что, естественно, привлекало и людей, которые охотились на них в этом месте. И последнее по перечислению, но, может быть, одной из первых по важности особенностей этого места является наличие здесь высококачественного каменного сырья, которое использовалось для производства каменных орудий в Палеолите. Может быть, это сырье, которое обрабатывал человек по своему качеству для изготовления каменных орудий, является самым лучшим на Горном Алтае. Исходя из всего этого, человек устраивал здесь свои стойбище на протяжении тысяч лет. Самый древний этап заселения Карабома связан со средним палеолитом и датируется возрастом от 60 до 70 тысяч лет назад. Обитатели Карабома, денисовцы или неандартальцы использовали так называемую каменную левуатскую технологию. С помощью этой технологии обработки горных пород человек изготавливал левуатские остроконечники. Это треугольные формы камней, которые могли использоваться благодаря своей удачной форме в качестве орудий охоты или обработки мяса. Около 50 тысяч лет назад на Карабоме появляется культура верхнего палеолита, которую обычно связывают с распространением Homo sapiens, человека с современного антропологического облика. Этот возраст делает как Карабом одним из древнейших памятников верхнего палеолита не только горного Алтая, но и всей Евразии. Сопоставимые по возрасту памятники мы находим только на Ближнем Востоке, это стоянка Бакер-Тахтит, и на территории восточного Казахстана, это стоянка Ужбулар. Люди, которые оставили эту культуру, которую мы называем начальный верхний палеолит, объединяет ряд общих особенностей. Прежде всего, они изготавливали в качестве основы для изготовления орудий длинные узкие клинки, которые могли впоследствии обрабатываться в зависимости от их предназначения. И из них могли изготавливать охотничье оружие, или же из них могли делать какие-то повседневные инструменты для разделки туш животных, для обработки шкур, для резания дерева, то есть для целой серии самых разнообразных операций. Так как эти памятники, начиная с Ближнего Востока, и вплоть до Алтая объединяет вот эти общие особенности культуры, мы можем предположить, что это были близкородственные группы населения, и вот нахождение этих памятников отражает этапы распространения этих людей в их невероятно долгом пути в глубины Азии. Как мы предполагаем, заселение Каравома продолжалось примерно до 30 тысяч лет. Эти люди продолжали те же самые традиции материальной культуры, которые были заложены самыми древними верхнеполитическими обитателями Каравома. Около 30 тысяч лет назад заселение Каравома прекращается, вероятно, здесь появляются другие люди, или же произошли такие климатические изменения, которые сделали заселение этой территории некомфортным для политического человека.